ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Второй раунд очень сильно начал Хендерсон, постоянно атакуя киками соперника с дистанции. Наскоками атакует Бенсон, тут же отходя на нужную дистанцию после своих спуртов. Однако после экватора раунда надоело таки Бренту вести поединок в таком ключе, быстро сократил он дистанцию и залезли бойцы в клинч. А после и в борьбу, где забрал спину Примусу Хендерсона, повиснув словно рюкзак на плечах школьника. Именно в таком положении бойцы встретили гонг, который отправил их в третий раунд. Завершающий отрезок Примус начал активнее предыдущих, быстро сокращая дистанцию и поплатился за это нокдауном после плотного левого от Хендерсона. Но мгновенно поднялся Примус, стеснул зубы и смог перевести плавного на настил, где попытался задушить бывшего чемпиона, но безуспешно. Однако топ-позиция осталась за Примусом. Старался Хендерсон встать, но Примус наседал, постоянно угрожая болевым. Медленно, но верно вел поединок к логическому завершению Брент Примус, и это ему удалось. Закончил он бой под своим контролем. А судьи в этом поединке решили отдать победу Бренту Примусу. Наши поздравления. Очень жаль, но видимо Бенсон Хендерсон сегодня окончательно ушел из когорты топ-бойцов ММА. Подпишись и тогда точно не пропустишь все самые важные бои в мире бокса и ММА. Если ММА часть твоей жизни, и ты хочешь в прямом эфире видеть все яркие нокауты и драматичные развязки поединков, то тебе ВОККО. Только ОККО в России показывает полные турниры Беллотер, ПФЛ и Брейв, церемонии взвешивания и тематические программы. А после событий проводят разборы поединков. Подпишись, ссылка в описании.